Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Мы сегодня в полном составе отправляемся в путешествие по округе Анапы. Мы сегодня хотим заскочить в Витязево, посмотреть, как этот курорт встречает туристов, прогуляться обязательно по любимой паралии. Возможно, мы там купим наши любимые маленькие куриные шашлычки, возможно, не купим. И сегодня еще главная задача на закате приехать... Куда, Настеночка? На лаванду, гордлой лаванду. Вот, отправимся на лаванду. Очень давно Настеночка мечтает сделать там фотографии, и, конечно, я думаю, что у нас это получится. Ну, по крайней мере, я надеюсь. И, скорее всего, учитывая, что это будет уже закат, это горы, мы там и заночуем. Но посмотрим, поэтому досматривайте выпуск до конца. Обязательно прямо сейчас нажимайте на лайк, в процессе пишите комментарии, и погнали. Отправляясь в путешествие, всегда задаешься вопросом, где купить билеты, на чем вообще поехать в свой отпуск, где жить, и вообще, как организовать свой отпуск, свое путешествие, чтобы оно прошло максимально эффективно и хорошо. И знаете, у меня есть ответ. Я хочу вам порекомендовать сервис, который так и называется Яндекс.Путешествие. Здесь собрана вся нужная информация. Здесь вы можете найти отели, любые виды размещения, все находится в одном месте. Все для облегчения выбора акций и скидки. Помимо отелей, вы можете здесь же, никуда не выходя, найти себе авиабилеты, посмотреть даты, выбрать подешевле, отсортировать любыми фильтрами. Цены от разных поставщиков, это, конечно, очень удобно. Также здесь очень удобный поиск. Все, чтобы выбор стал гораздо проще. Специальные предложения здесь также имеются. Если вы решитесь отправиться в свое путешествие на поезде, то через этот сервис вы также можете приобрести выгодные ЖД-билеты. Быстрая покупка на сайте, онлайн-возврат ЖД-билетов. То есть, если у вас что-то не получилось, вам не нужно никуда будет ехать, прямо через сервис все вернете. Куглосуточная поддержка, это, конечно же, огромный плюс. Ну и, конечно, акции и скидки. Если вам где-то нужно передвигаться и вы выбираете автобусы, то и здесь вы можете купить билеты на автобус. Если вы решитесь отправиться в свое путешествие туром, то на сервисе Яндекс.Путешествия вы также можете найти выгодные туры. Но причем здесь будет 5% кэшбэка, если оплачиваете баллами плюса. Круглосуточная поддержка, любые опции и цена не меняется. А не как в некоторых, берешь тур, приезжаешь и тебе еще накидывают определенные суммы. Ссылочку на этот сервис я оставляю, как всегда, в описании под этим видеороликом. Обязательно переходите, пользуйтесь. По моей ссылочке ваши путешествия будут еще выгоднее. Погнали дальше. Мы несколько дней стояли в кемпинге. У нас вот-вот-вот, значит, виднеется уже море. Пляж недалеко, очень широкий. Все выпуски смотрите в описании под данным видеороликом. Это довольно наш Мирончик вообще просто в просторе. Да, привет, ты машет тоже вам. Видите, привет, помахал. Но только что пообедали. Сейчас это все дело убираем. Наша новиночка – холодильник. Сейчас я буду здесь все складывать. На самом деле здесь бардак, потому что все уже перевернули. Я начинаю сборы. Сразу покажу. Наша кабинка – это душ-туалет. Но используем его как туалет. У нас, значит, био-унитаз. Его сейчас тоже нужно вытряхнуть, набрать заново и помыть. Потому что кемпинг пыльный. В данном кемпинге есть несколько минусов. Первый минус – это пыль. Пыль очень сильно летит. Машины проезжают на дороге и все сюда, прям в такое облако. Ну, на самом деле, чуть похоже на Оленевку, когда там не было асфальта на центральной улице. Следующий минус – это то, что здесь отключают воду в обед. Вот второй день подряд в обед ее просто нет. Люди, которые здесь долго стоят, они просто набирают прям с утра большие канистры, чтобы не попадать в просах. Мы этого не делали, поэтому попадали. Следующий минус – это то, что у них единственный столб с электричеством. И если вы хотите отдыхать где-то там, то вам нужно либо длиннющий-длиннющий кабель, либо остаться без электричества. Также здесь очень стремный туалет. И если у вас нет своего туалета, то, конечно, каждый поход в туалет, блин, будет же скачь, конечно. Ну и, конечно, цена-качество тоже минус. Но в целом, несколько дней мы постояли, удобно. Пляжи пустые, береговая линия широкая, магазин совсем рядом. Ну и, в принципе, у нас все свое, поэтому на такие штуки мы особо внимания не обращаем. Но всегда с ними делимся, чтобы вы знали, потому что максимальное удобство есть не у всех. Наш малыш скоро пойдет. Вот прям все, он уже кое-как так еле-еле держится за ручку, так чуть опираясь, а так уже все делает. Прям шажки-шажки. Вон, видите, пошагал, пошагал. В море заходил. Ой, какой ты грязный, сынок. Ты здесь все попробовал на вкус? Все попробовал? Да, давайте снова напишите, почему у вас маленький без панамки, а ты в кепке. Давайте, пишите. Каждый выпуск, каждый выпуск вы нам пишите в комментариях, почему ваш маленький без панамки. Ну, во-первых, все кадры мы не показываем. А когда он без панамки, значит, скорее всего, он ее просто снимает, либо он находится в теньке. А даже если где-то у него на солнце нет панамки, он характерный, у него есть свой характер, и ломать его мы не хотим. И мы не глупые родители, извините, меня у нас трое детей, с нашими детьми, и слава богу, все хорошо. Поэтому не нужно писать всякой чушь, типа, о, незаботливые родители, там, нет панамки и так далее и тому подобное. Мы как-нибудь сами разберемся. В очередной раз сортирую вещи. Хочу все чистое, постельное белье, целый мешок убрать, чемодан. У нас просто здесь есть место. Ну и, конечно же, готовим Настенький реквизит. Это фиолетовое платье, фиолетовая лаванда, фиолетовая платьишка. Я сгонял в магазин, купил здесь заморозку. Здесь, короче, вареники, мороженое, новенькое, от короленки. Пока ходил, холодильник поставил на минус 18 градусов. Так, что он показывает? Пока 12. Прошло, наверное, минут 15. Смотрим температуру. Минус 16, вон он нагнал. В режиме максимум. То есть в экономичном режиме он будет медленнее нагонять. Давайте откроем, посмотрим. Вот, все, превратилось все у нас в лед. Вот, ну, здорово. Мы сходили еще, покупались на море. Я освежился, своих оставил на море, а сам начал уже утрамбовываться. На самом деле у нас тут уже все почти готово. Выпуск грузится для вас. Осталось сложить только палатку, вот этот туалет. Сам туалет я уже все там промыл, заново его заправил. Все, самая лучшая вещь для путешествий, которая есть. Это он. Вот он, холодильник. Встает, получается, рядом. Бутыль 20-литровый. Ну и, собственно, все. Вот это вот, скорее всего, сегодня будет перегружено в салон. И будем расстилать. Ну, как расстилается, уже покажу вам вечером. Пока сборы, пока туда-сюда. На самом деле уже вот-вот и будет закат. Я на самом деле даже не знаю, типа, если... Ну, стоит ли ехать в Витязево? Опять-таки нам нужно купить газ, потому что у нас осталось примерно половина. Где-то если что-то, плиточку ставить, то как бы будет сложно. А еще сегодня, прямо здесь, мы встретили наших зрителей. Представляете? И было на самом деле так приятно. Они вот тут вот стоят. Сейчас я покажу вам. Я вот показывал их лагеря в предыдущем видеоролике. Вот. Я говорил, что типа сюда вот люди-то как-то заезжают и, видимо, стоят бесплатно. На самом деле нет. Они тоже заплатили деньги. Это тоже относится к кемпингу. Если получится, на обратном пути... Они еще просто как раз с моими всеми купаются. На обратном пути зайдем. И я покажу, как они разместили свой лагерь. Что они прикольного придумали. И самое главное, покажу, как они берут электричество. Потому что от центральной колонки, где розетки, тянуть кабель, ну, там огромное расстояние. Но они нашли классное решение. Сейчас, чуть позже, если получится, покажу. Снова покажу вам пляж. Посмотрите, вон там вообще уже борщ. А у нас здесь вот так вот безлюдненько. Яхточка приплыла. Очень здорово. Вода потеплела. Но поднялись водоросли. Получается, в самом начале, возле берега. Купаться неинтересно. Мы чуть подальше сегодня заходили уже. Вот. Мы купаемся так. Вот мои стоят. Настенька. Болтают. Вон они все. Ой-ой-ой. Как тебя отмывать, Мирон? А? Я все. Ты все собрал? Купаемся, едем? Да. Или не купаемся? Передавайте себе привет. Передали себе привет. И мне, своему дату. Слушайте, ну я не знаю. Канал растет. Это так чувствуется. Это безумно просто приятно. Вот. Встретили раз зрителей. Начали с пляжа уходить. Еще ребята подходят. Говорят, мы тоже вас смотрим. Тоже стоят в этом же кемпинге. Ой, обалдеть вообще. Так это все здорово. Те ребята остались, значит, на пляже. Поэтому я вам не покажу. В общем, у них солнечная панель. Я же говорил про электричество. Короче, она такая, типа, полметра на полметра. И она прям такая тонкая-тонкая. Так вот складывается. И все. И выдает нормальный ток. Они полностью запитаны. Весь лагерь. От этой панели. Он говорит, покупал ее за 8 тысяч. Не помню фирму, конечно. Вдруг, если ты смотришь, напиши, пожалуйста, мне в телегу. Скажи, как называется солнечная панель. Собрались. Это было непросто. Значит, время у нас сейчас 18.50. И вы знаете, ехать, короче, сейчас на лаванду. Вот этот аул. И почему не хочет. Потому что мы не купили газ. У нас нет воды. Уже ужин. Поэтому мы решили все-таки сейчас доехать до Витязева. Там поужинаем. Заодно погуляем. Проводим солнышко. Вот. Посмотрим солнце. Посмотрим там вечернюю обстановочку. Где-нибудь там же и ляжем спать. А завтра уже утром поедем на лаванду. Сейчас нам единственное, нужно обязательно набрать воды. И по возможности, может быть, где-то здесь купить газ. Потому что у нас только пол бутылки осталось. Я, по-моему, говорил. Набрал воду. Здесь, короче, такой аккурат стоит. Автоматически. Еле разобрался. Нам нужно было нажимать два раза, чтобы 20 литров. Я стою, как дурачок, короче. Воламываю эту дверцу. Потом прочитал только. Ой, блин, прикол. В магазин зашел мясной, который мы в нашем авторском гайде по Анапе рекомендуем. Посмотрел там. Очередь, ребята. Вот как в Мавзолей вообще. И еще больше всяких интересных классных мест. Вы можете найти в нашем как раз авторском гайде. Мы много чего здесь посмотрели в Большой Анапе. Посетили. Поэтому приобретайте. Цена всего лишь 4,90 рублей. Как приобрести, есть ссылочка в описании. Нажимаете, приходите, пишите, приобретаете, изучаете, путешествуете по Большой Анапе с легкостью и с удовольствием. Ну, а мы погнали дальше. Скакиваем на трассу. Прямо у нас, значит, будет Витязево. До Анапы 12. Но нам сама Анапа не нужна. Нам нужен именно поселочек Витязево. Наша любимая паралли. А сейчас приедем. А Радюшка на закате просто вырубился. Поэтому я даже не знаю, как сейчас будем гулять. Отсюда осталось нам до Витязева 3 километра. Вот стоят люди, предлагают жилье у моря. Вот тут по пути есть магазинчик бытовой тех... Бытовой химии. На самом деле очень хороший. Можно кучу всего найти. Но средства биотуалет у них почему-то нет. На самом деле целая засада с этой историей. И походу придется заказывать через Вайлберес, Либозон. Так-то чуть-чуть прям есть у нас. Я сегодня вот заправил верхний бычок. Но далее надо, конечно, что-то решать. Едем по улице. Витязево. И вы знаете, очень много машин припарковано. Такое ощущение, что паралли сейчас тоже будет битком. Мы на самом деле вот уже подъезжаем. Вот дом виднеется. Какой там коричневый, какого там цвета. И все. Мы, в принципе, приехали. Сейчас надо будет искать местечко, где припарковаться. И отправимся гулять. Правда, не знаю, что делать с детьми. Мирон спит, Родион спит. Один Артемка никогда не ляжет. Время 19.54 уже. Вот здесь, наверное, можно искать местечко. Вставай, сынок. Видеть, его ждет. Сынок, вставай, зайчик мой. Вставай, вставай. Так не получается. Блин. Вставай. Вставай. Вот так получилось. Все через любовь. Да, сынок? Да? Пойдем. Я не знаю, что такое Анапа, но почему-то, когда мы приезжаем в Анапу, здесь сюда оставляем денежки. Мы только припарковались. Мальчишки сразу вышли и решили приобуться и приголовиться. Вон, взяли себе панамочки. Да, пацаны? Да. Капочки. Вот так вот. А мы пойдем в старых. Да? Пойдемте есть. Ну, а теперь отправимся гулять. Очень хочется покушать. Скорее всего, сделаем это на паралли. О чем ты говоришь, в прошлый раз мы кушали? Ну, мы герои, я не хочу такое. А, герои не было? Я лучше кинуть маленькие. А может, что в лаке найдем? Маленькие шашлычки. Ну, я их обожаю. Куриные. Да. На шпажках. Да. И картошечку такую маленькую. Да, и было вообще просто улет. Да, будет вообще прям то, что мы любим. Сейл. Пятилетним стажем, да? Эй, туристус. Эй, туристус. Эй, туристус. В первой же палатке вот сразу на денежку боялся. А, точнее меня. Да. Видите, все сделано вот такими вот колоннами, скульптурами. Ну, типа, знаете, как в греческом стиле. Вроде как мы читали когда-то давно, что здесь кто жил? Носенок. Типа греки, да? Греки какие-то. Вот. И попадаем просто на территорию. Да, да. Все пахнет шашлычком. Посмотрите, как все дымится. Вкуснятина. О, я не знаю, как гулять по набережным, потому что... Очень хочется есть. Охота все поесть, все купить. Здесь такая прямо... Да. Да. Вот столовая. Вот, видите, все это сделано такими надписями. Вот в этой столовой мы ели. Да, ели. Много людей сидит. Ничего не изменилось. И вот она, знаменитая Паралля. Посмотрите, это такая колоннада. Здорово. Колесо обозрений, там детский парк аттракционов находится. Если поехать сюда, можно попасть на пляж Тартугу и на Дикие. Возможно, сегодня-то доберемся. Здесь, как всегда, пробка. Все, сейчас будем переходить и гулять. Настяка, будешь фотос? Я есть. Вау, смотрите, какая здесь движуха. Вот коренные греки стоят. Паралли, а вот они. Колоннадка. Ой, как же громко. Ну и погнали, короче. Все, здесь очень много всего. Живая музыка даже меня перекликивает. Вот куча таких скульптур. Можно подойти ему, дать пять. Дай пять, Мирон. Дай пять. Дай пять, дядя. Давай пять. Пять дай. Ну все, смотри, как он смотрит. Пять дай, сынок. Он в шоке вообще. Такая тусовка вообще. Дай. Просто. Так, вот такие скульптуры есть. Еще ангел летает. Как они назад, там выглядит туристическая награда. Здесь реально всегда круто. Весело всегда, да? Да. Праздник. Всегда праздник. Здесь прям праздник. Сейчас только ангела догоним. Вот, еще есть. Ну а чисто такие фото, фото люди. Просто фотографироваться. Эти пацаны никак не могут остановиться. Это когда я воду покупал, аппарат дал десятками. Дал десятки пацанам. Браслет новый, тебе на вторую новую? Мам, я хочу. А у тебя нет десятки? А где же все и десятки? Вот с тобой. Здесь такая площадь, детские всякие каталки, хинкали, хачапури. И здесь тоже есть грузинское, европейское кафе, хинкали и хачапури. Не знаю, не хотим сегодня ничего грузинского. Хотим именно суваки. Вот чуваку руку отрубило и письку. Ладно, будем двигаться дальше. Пробираемся. В орале запито на самом деле очень много людей. Вообще, да, здесь музончик. Живая музыка. Очень круто. Вот прям иногда хочется оказаться в такой атмосфере прогуляться. Все очень красиво подсвечено. Вот такие гирляндочки тоже висят, видите? Полно фотозон, где можно снять всякие рельсы к себе. Атмосферно. Всегда начнусь отвезти его. Впервые вижу эту дичь хаги-ваги, ростовые куклы ходят. Я не знаю, что за пи***ц я запикаю. Я вообще не понимаю, почему эти игрушки разрешены. Но наши вообще такое. Они смотрят и даже сами отрицают всю херню. Боже мой, это что такое? Вообще, да? Кстати, здесь сделали вот такую вот зеленую зону. Жирафы, всякие медведи, слоны стоят. То есть, мы тоже очень классно украсили. И здесь, правда, очень-очень здорово. Если у вас есть возможность приехать, то обязательно приезжайте. Хотя бы вот так вот, а чуть-чуть погулять, как мы. Я вот опять вспоминаю первый наш приезд в Вититиле в 19-м году. Пока дойдешь до пляжа, ты тут остаешься без штанов просто. Всякие аниматоры. Главное, чтобы трусы остались. Да. Аниматоры всякие. Сфотографируйся, деньги отдай. Шмотки, еда вкусная, развлечения, кафешки, да? Да. Просто изобилие всего реально. Ну, это же и круто. Вот это вот, прикольно, все ровно. Единственное, что всегда смущает, вот такие вот палатки, где все продается. Ничего не закрыто, еще не в цен. И, конечно, мне кажется, после такой истории можно долго не вылазить из унитаза. С унитаза, точнее, в лучшем случае. Да, да. Вот все открыто. Вот просто по танце-нафеньке мы спорали, перемещаемся на пляжную линию. Здесь она тоже достаточно широкая. Самый кайф из развлечений, что я точно рекомендую сделать, это просто взять квадрики и здесь покатать по вот этим барханам. Мы на самом деле всегда, когда здесь останавливались, катались здесь постоянно, когда ходили. Каждый день. Да, Тём. Да, мы понимаем, что мы катались вот так вот в августе. Да. Аккуратно, малыш. Я помню, как ты был за рулем, но сейчас таким же не покатаешься, потому что маме. Перед самим входом на пляж такая вот огромная линия батутов с бассейнами. То есть можно выбрать там вообще на любой, скрыться, вкус и цвет. Ну и дальше все, начинается сам пляж. Сами видите, какой он широченный. Пока ходили, проспали с закат, но, судя по нему, он был очень-очень красивый. Люди на самом деле уже все уходят с пляжа, а мы только идем. Ну, потому что мы-то здесь не были еще в этом сезоне. Вот так вот прекрасно выглядит пляж Витязева. В вечернее время. Люди до сих пор купаются. Широкий, широкий, широкий. Ну и, конечно же, он длинный. Отсюда отходят всякие лодки, катера, морские прогулки. Прикольно, конечно, здорово. Но здесь, здесь очень много водорослей. Сейчас посмотрим, как море. Ну и само морюшко. Ну здесь вот они водоросли, сами видите. Но людей ничего не смущает. Все купаются. А море холодное. Что это не? Ага. А море холодное. Ну холодное, я не знаю почему. Я не знаю. Я не знаю, с чем это связано, но здесь очень много комаров. Просто вцепляются и невозможно. Почему так? Мы даже не возле лимана. Самое важное для детей шоу-программа. Посмотрите, сколько детей. Это для них девчонки. Вы давай спастись, ты заехал, потому что... Вот так вот, смотри, сколько детей. Пойдем, Родион, не смотри. Так, смотрите, что мы все набрали. 8 таких шпажек. Голодные мы, конечно, безумно. Так, и вот вышло все на 1035 рублей. Ну на паузу поставьте, посмотрите цены. Вот это вот называется савлаки. Безумно вкусная штуковина. Я скучал. Да. Будете вонапилить Витязева, ищите вот такие вот штучки. Это просто... Цена 90 рублей одной шпажки. Просто улет. Почему-то в этот раз дети прям не хотят шашлык. Мы взяли вот два салата, в итоге они их навернули и попросили еще. Говорят, мяса мы не хотим, хотим салат. Вот так вот. А мы продолжаем наяривать савлаки. Нет, братцы, пап, мы сегодня вареники ели. Назад так ищем. Как будто прям овощного. Ну, нужно, я бы не охота салата. Ну, поняли. Что ты хотел сказать? Все, все правильно сказал. На самом деле, уже пол одиннадцатого. Мы до сих пор не знаем, где остановиться. Еще смущают эти бешеные здесь комары. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. На этом месте я буду с вами прощаться. Будем искать ночлег, уже не отвлекаясь на видеосъемку. А завтра уже с утра, то есть в следующем видеоролике, вы посмотрите, где мы остановились. И поедем, конечно же, на лаванду. Так что обязательно колокольчик нажимайте, чтобы ничего не пропустить. Все, пока. Продолжение следует...